Российская Федерация начала применять танки Т-14 «Аромата». Об этом пропагандисты в России утверждают, что их захватчики вроде бы получили на вооружение новейшие российские танки. Оккупанты якобы начали применять российские новейшие танки Т-14 «Аромата» в Украине. Об этом со ссылкой на свои источники заявила российская провластная информагентства РИА Новости во вторник, 25 апреля. Российские пропагандисты утверждают, что у этой бронетехники есть дополнительная защита борта от противотанковых боеприпасов. Эту защиту сначала опробовали в Сирии, однако в прямых турмовых действиях они не участвовали. С конца 2022 года экипажи Т-14 «Аромата» проходили боевые слаживания на полигонах на Донбассе. Российская СМИ не стала уточнять, где именно. Основной боевой танк Т-14 «Аромата» разработан в Уральском конструкторном бюро транспортного машиностроения. Он имеет безлюдную башню. Члены экипажа находятся в изолированном бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса. Основное вооружение машины – 125-мм лодкоствольная пушка, применяющая управляемые ракеты с дальностью 8 км. В Минобороне Великобритании еще в январе этого года заявили, что России действительно невыгодно начинать применение на поле боя своих новейших танков Т-14 «Аромата». Если это произойдет, то в первую очередь с пропагандической целью.